что у вас карантин да в школе видите дети радуются карантин что да ну молодец молодец кирилл давай-ка забей ему год а молодец друзья привет всем сегодня у нас будет супер выпуск сегодня буду гулять по городу показывать вам какая вообще ситуация в городе будет много красивых видов будет море будут пальмы будет в общем красота кто еще не подписан обязательно подписывайтесь ставьте лайк этого видео и погнали ну что друзья я уже нахожусь на пляже клеопатра вот сегодня я так уже одет погода классная видите люди загорают море очень и очень и очень красиво и давайте померяем моими ногами температуру воды ну холодновато холодновато но очень красиво быстрее в лето вообще быстрее бы уже вода стала теплой чтобы можно было покупать кай в общем сегодня видео будет о чем просто прогулка по городу покажу вообще как город живет сегодня что нет никаких там опасностей нет никаких коронавирусов все живут отдыхают готовятся пляжному сезону но единственная школы до закрыли до 22 марта у детей каннигулы такие организовались а так все классно пока мы идем к машине хочу показать кафешки которые расположены на пляже видите люди загорают скоро здесь будет тусинг ай прям красота так но мы идем к машине сейчас поедем надо будет обуться все таки и поедем туда за гору смотрите какая пальма интересная да какая-то странная немного вот не зря да и канал рай назвал и даже у меня футболка видите сегодня парадайз потому что как это все назвать иначе улыбка до ушей друзья мы уже переехали объехали так сказать вот эту гору крепость и уже находимся с обратной стороны ну что вот идем по городу никто не ходит в масках даже видите там все ремонтируют ремонтируют все там готовятся к пляжному сезону и здесь все подкрашивают у нас кстати тоже в комплексе кападжи он же садовник он же охранник он же консьерж тоже они вдвоем ходят что они делают тяпают да правильно называется с тяпками ходят тяпают ну то есть сажают новые там деревья ухаживают в общем ухаживают за зеленью садят то ли новую траву я так и не понял что они делают ну короче скоро у нас будет еще красивее в комплексе молодцы парковку сделали тоже отремонтировали позавчера приезжали бассейн летний сделали тоже там что-то подмазали в общем готовится готовится запуску готовится все к сезону блин у меня уже глаз немножечко видишь замылился я когда первый раз сюда в сочи приехал я такой да ладно чем можно было так что ли все сделать чтобы так вот было все красиво удобно чтобы вот набережная вот такая шла вдоль всего моря чтобы ты не идешь и такой оп санаторий какой-нибудь врезался тут не выделили дай тебе вот такой кусочек как у нас там набережной и все тепло здесь гуляет там не гуляет можно по пляжу прям идти по пляжной линии да я говорю можно до Анталии можно дойти по пляжу просто нету заборов нету никаких ограничений свобода да свобода свобода то чего нам так не хватало ну и мы реально так прикалывались приезжаешь сочи хочется да свобода море вот это как-то природа свобода да как-то это все где-то вместе должно быть а ты такой оборачиваешься там такое какой-нибудь полицейский стоит туда смотришь там колючие колючка такая на заборе такой думаешь блин вроде как бы свобода но ты прекрасно прекрасно понимаешь что за тобой следят следят чтобы ты вдруг что-нибудь где-нибудь не оступился широкая широкий тротуар удобно то что могут ездить велосипеды и не мешать да посмотрите сколько зелени да вокруг все в зелени у нас же в сочи тоже в зелени полно ну тоже же можно было так же сделать мне кстати там что ругают ноги но многие поддерживают что строят сравниваю сочи друзья мне с чем еще сравнивать я был в сочи прожил там пять лет поэтому и сравниваю собственно говоря why not как называется вот это заведение вот этом заведении у нас недавно был корпоратив тут видите песок уже отсыпают но в общем скоро будет вообще красота мы кстати с рамилем с другим это что же рамиль с другим который танцует и поет как мы его называем хотели сделать такое такое видео дима например в махмутларе просто с двумя микрофонами оператор нас снимает и просто посчитать он сколько вообще русскоязычных людей мы встретим со всеми пообщаться как вам вообще такая идея есть идея класс ну ставьте лайк пишите в комментариях можете еще какие то есть идеи если нормально лайков будет поддержка будет то снимем такое видео так вот мы подходим первому кафе видите здесь как интересно трактор целый поставили вот эти фонтанчики сюда не запустили здесь видите ребятки ходят вот это везде где вот эта синяя полоса здесь паркинг платный здесь кстати нет эвакуаторов нет эвакуаторов когда мэр сочи пахомов наверно как без эвакуаторов как так ну вот так вот просто ходят ты уже садишься в машину он тебе подходит либо чек подборник положит либо сам подходит триллируем удаешь ну и все вот видите чек на 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 ну тут время в общем не знаю короче а вот а он видимо долго видишь уже стоит у него 33 лиры целых уже накопилось тут по моему пару что ли часов или сколько-то стоят 3 лиры мы сюда идем а давай сюда с ним где же красиво давайте смотрите как раз так и у нас рамиль это любитель кальяна очень большой любитель красивых мест вае сейчас эти просто в мини-гольф поиграть сейчас он конечно никто не играет а вообще в целом это же класс интересно делать а как бы ты курил кальяна играл мини-гольф сразу тебе надо как-то оборудовать тебя в эту в сумку как-то там все в трубке как-то подумай над этим можно вынести сюда кальян поставить ну вот само кафе не знаю нам разрешат сейчас тут снимать попугаи где-то должны были быть здесь у нас наругая то выключи камеру если нет то будем снимать дальше вот с таким видом можно будет посидеть шикарно короче сюда да сядем соберут смотрите какой вид покидаем это заведение потому что вай фай йог сходим вот это в соседние заодно 2 2 кафешки 2 кафешки сегодня покажем в одном видео да вообще-то с вай файом тут проблем никогда не было очень хороший здесь интернет да здесь вообще мощный был интернет вот видите у него там ноутбук в сумке и он везде ходит ищет интернет и кальян да две зависимости у человека ну ладно полезно она приносит деньги за это равновесие да тем самым достигается так ну и мы в это заходим мэрон бич так ну здесь тоже круто чуть-чуть попроще она но тоже неплохо что не болен я типа корона вот с юмором подходит коронавирус видели хоть раз хоть одного человека на моем видео с каким-нибудь какой-нибудь маской чем-нибудь подок нет видите никто не парится так ну посядем вот сюда заказали друзья вот такую вот и еду стоит сколько 30 30 лир что ли 30 лир да 300 рублей вот можно так на берегу покушать вкусненько с лимонадиком ну будем пробовать так ребят пока сидели мы кушали в этом кафе решили еще барбекю организовать прямо у себя во дворе вот инициатор сейчас поедем за бараниной в метро заодно цены вам покажем если там разрешает поснимать что день продолжается мы уже находимся в метро огроменный метро все тут есть но что касается там продуктов можно купить подешевле даже чем здесь здесь не обязательно оптом брать можно в розницу брать спокойно мы идем в отдел мяса в общем смотрите взяли полтора килограмма баранины получилось где-то 100 лир 100 лир не знаю хозяйки пишите дорого или дешево я не знаю ну и пришли в следующий отдел в следующий отдел что касается цен на вино ну полтора литра 52 лиры ну не знаю что это за вино тоже не разбираюсь так пробегусь 100 85 74 59 69 93 49 85 36 39 57 36 44 ну 44 короче где-то вот 500 600 1000 рублей ну вот есть подороже так ну набрали вот такой вот пакетища там что-то бутылка вина два пива миллер чипсы я взял 4 пива безалкогольных баранина полтора килограмма короче на 2000 рублей все вышло примерно сюда положь но лучше многие она может разбить ладно веселее и Так, ну все, друзья, у нас там, видите, народу собралось человек 15, наверное, на сегодня все, я не успел просто вам запечатлеть, как баранину жарили, ездил, ноутбук же у меня сгорел, пытался починить ноутбук, сдал ноутбук, но очень долго что его делают, трубку не берут, в общем какие-то я не знаю, надеюсь вам понравился наш выпуск, мой выпуск, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я пошел есть баранину, пока!